Ребята, всем доброго вечера. Продолжаем подготовку. Молодцы те, кто выполнил домашние задания. Сейчас, в первую очередь, конечно же, мы проанализируем три задачи, которые у нас выполнены на начале сегодняшней встречи. Из домашней работы варианта третьего у нас был вопрос, с третьим связанным с бисектрисой и тупого угла. Ну, чтобы было понятно, о чем это речь. Я веду обозначение. Итак, бисектриса тупого угла. Ну, в данном случае у меня получается угол B данного параллелограмма. Условия задачи по определению параллелограммы четырехугольников, у которых противоположные стороны попарно параллельны. И свойства противоположные стороны попарно равны, и противоположные углы тоже попарно равны. И плюс диагональ. То есть, как точка сфинь делается тупого. У нас бисектриса показана в основе бисектрис, пускай будет B и E, к примеру. Делит противоположные стороны в отношении 3 к 4, считая от вершины острого угла. Мы с вами видим, что острый угол у нас при вершине A. Значит, у нас получается отношение 3 к 4 от A. Значит, сделаю вывод, A, E относится к U, D, E как 3 к 4. Вот что это означает. Равно 3 к 4. Найдите большую сторону параллелограммы, если его периметр известен. Но у нас с вами здесь пока ничего не понятно. С одной стороны, а с другой стороны понятно. У нас вся сторона А, D разделилась на два кусочка. Первый кусочек имеет 3 отреза, а второй кусочек – 4 отреза, потому что у нас отношение 3 к 4. Что это означает? То есть весь кусок А, D, то есть наш отрезок или сторона параллелограммы, имеет 7 отрезок. Все эти отрезы между собой одинаковые. То есть вся сторона А, D разделилась на 7 частей. Что у нас в результате получается? Мы с вами можем принять за х, ну там сантиметры, миллиметры, километры, неважно. Но этот х будет приходиться только на одну часть. Раз х – одна часть, знаки. А Е у нас будет в 3 части. Значит, в результате получаем 3 х, например, сантиметры, миллиметры или километры. А отрезок Е, D будет у нас с вами тогда 4 х. Сделали вывод. Вся сторона А, D, ну и естественно сторона В, C будет у нас с вами 7 х. Там каких-нибудь сантиметров, миллиметров, километров – это уже неинтересно. Самое главное, что эти единицы измерения какие-то будут линейные. Ну а теперь что у нас с вами получается со сторонами А, В, С, Д? Здесь нам помогает бисектриса. И так бисектрису нам в помощь. В силу того, что у нас В, С и А, D в противоположной стороны параллельно, в определении параллограммы, то мы с вами имеем угол С, В, Е и В, Е, А накрест лежащие углы. А мы с вами знаем, что накрест лежащие углы при параллельных прямых равны. Значит, внутри треугольника А, В, Е мы с вами видим при основании В, Е два одинаковых угла. Значит, при основании В, Е два угла равны. О по свойству набедренного треугольника – это есть признак, вернее, то, что мы с вами имеем боковые стороны одинаковые. То есть А, Е и А, В будут равны. А, Е мы с вами назначили как 3Х, значит, А, В тоже будет 3Х. Все. Одна единственная переменная. И у нас весь периметр 33. Значит, у нас А, В плюс В, С плюс С, Д плюс А, Д будет 33. А именно 3Х плюс 7Х плюс 3Х плюс 7Х. Все длины сторон сложили. И все это равно 33. Так, 20Х – это будет 33. Значит, отсюда длина одной части 33,20. Нас просят найти большую сторону, большая сторона, либо 3Х, либо 7Х. Естественно, 7Х. Нам нужно 7 умножить на 33,20. Ну и чтобы число умножить на дробь умножаем, 7 на 33, 231 и 231 делим на 20. Ну и, естественно, мне выгодно и числитель, и знаменатель дроби, по основному свойству дроби умножить на 5. Так, получаем 155. Так, и здесь будет сотня. В результате 11,55. Вот что мы с вами получили. Ну, а мы с вами переходим к следующему вопросу. Вопрос 6. В вопросе 6 нам предлагается условие задачи следующего вида. На рисунке изображен график функции y равный f' от x. А раз у нас с вами задается f' от x, значит, сделали вы для себя график производным для нашей функции. Как это график производной функции, сразу для себя сделали вы. Производная у нас с вами имеет свои знаки. Итак, значит, будем отрабатывать знаки на интервале от минус 9 до 6. От минус 9 до минус 8 у нас внизу график, значит, на этом промежутке производная имеет знак минус. От минус 8, получается, до минус 3. У нас график выше осяпси, значит, производная имеет знак плюс. От минус 3 до минус 1. У нас с вами производная ниже осяпси, значит, все y, то есть, произначение производной будет от минус 1 до 5. Производная имеет знак плюс, так как график выше. Осяпси свой последний от 5 до 6. Мы с вами видим, что производная имеет знак минус. Все, определили знаки. Дальше читаем условие задачи. Где эти промежутки убывания функции? Мы с вами уже знаки дают подсказку. Где у нас производная отрицательная? На этом промежутке у нас график функции будет убывать. Показаем. Вы знаете, указайте длину наибольшего из них. Мы смотрим, какой будет отрезок самый длинный. Вот у нас получается отрезок. Раз, отрезок два и отрезок три. То есть, вот кусочки графика. Итак, смотрим наши отрезки. Итак, от минус девяти до минус восьми. Один единичный отрезок. От минус трех до минус единицы. Два единичных отрезка. От пяти до шести. Один единичный отрезок. Значит, наибольшую длину имеет отрезок равный 2. Все, длину наибольшего нашли промежутку. Так, и последнее. Вопрос одиннадцатый. Нас просят найти наибольшее значение функции на отрезке от минус восьми до минус единицы. Здесь, конечно, без производной не обойтись. Начинаем считать. Считаем. Производ. Получаем 5х в четвертой степени плюс 5 на 3. 15х квадрат. Минус 140. Ну, и мы видим, что общий множитель 5 можно вынести за скобку 5 положительного знака. То есть на знак как таковой у нас влиять не будет. А вот все остальное, x в четвертой степени плюс 3х квадрат, то, что остается в скобках. Так, 140, 128. А все остальное как раз будем смотреть. Такие у нас будут знаки для данных, ну, получается, трех членов. Это в производной приравниваем к нулю. Пятерка нам неинтересна. Нас интересует только второй множитель. Это четвертой степени плюс 3х квадрат минус 28. Равно нулю. Получили π квадратное уравнение. Для решения которого берем переменную t. Накладываем на ограничение, что это t будет неотрицательным. То есть либо ноль, либо положительное число. И получаем новое квадратное уравнение. t квадрат плюс 3t минус 28 равно нулю. Здесь можно работу ввести по теореме обратной льетки. Потому что произведение корней минус 28. Т первый на т второй. Опять, почему я с произведения начинаю, ребят? Потому что произведение чисел нам дает наибольший успех в нахождении необходимых пар чисел. Потому что это будет более малый спектр. Ну вот сумма, это уже, конечно, здесь будет наибольшее количество вариантов, когда у нас с вами будет получаться, вот в данном случае, минус b. Минус b в данном случае будет минус 3. Так. И у нас получается минус 28. Какие числа нам дает произведение? Конечно, можно увидеть такие языки. Но здесь очень легко увидеть, какие числа дает произведение минус 28, а какие числа в сумме дает минус 3. Ребят, как вы считаете? Минус 7 и 4. Итак, минус 7 умножаем на 4, минус 28. Минус 7 плюс 4 и получаем минус 3. Молодец, Катя. Значит, первый корень минус 7. Но данный корень нашему условию не удовлетворяет. Остается только единственный корень. Т-второе мы с вами получили 4. Значит, выходим на квадратное уравнение вида. Х квадрат равно 4. Значит, х отсюда принимает значение положительная двойка и отрицательная двойка. Ну и следующий шаг нашего алгоритма на каждой установке задачи у нас точки 2 и минус 2. Точки зафиксированности производной равна 0. У нас получается методом интервала мы находим знаки. Что у нас в результате получается? Мы где нашли производный, ребят, вот сюда мы с вами обращаем внимание. Пятерка, как мы с вами сказали, всегда будет иметь знак плюс. Что происходит внутри? Ну, по сути, здесь идет чередование. Если берем минус 10, получаем знак плюс. Если берем 0, на втором промежутке получаем знак минус. Ну и справа знак плюс. Это нас интересует отрезок от минус 8 до минус 1. От минус 8 до минус 1. То есть у нас получается три точки. Минус 8, минус 2, минус 1. Нас интересует наибольшее значение. Он как раз минус 2 получается точкой максимума в этом промежутке. Значит, чтобы найти наибольшее значение функции, нам нужно с вами найти значение функции в точке минус 2. И остается подставить. Минус 2 в пятой степени плюс пятерка, которая умножается на х, а это минус 2 в третьей степени. Ну и минус 140, которая умножается на минус 2. В результате получаем минус 32. Так, дальше 5 на 8, 40, минус 40. И здесь минус 40 умножаем на минус 2, минус на минус плюс 280. Итак, остается из числа 280 вычесть 72. И ответ получаем 208. К примеру, под буквой А вам предлагается уравнение в. 4 в степени х квадрат плюс 4х плюс 1. Прибавляем 4 в степени х квадрат плюс 4х. Все это равно 80. Чтобы решить данное уравнение, для начала вы увидели что-то одинаковое. Вот что вы увидели одинаково? Степень одинаковая. Х квадрат плюс 4х. Точно, Катюш, у нас с вами есть одинаковые степени. Х квадрат плюс 4х, на которые будем с вами оставлять. Значит, опять воспользуемся свойством оснований с разными степенями. У нас при умножении одинаковых оснований, основание остается, а показатели будут складываться. Вот то, что мы с вами сейчас имеем. Значит, вот эту плюс единичку мы с вами отрабатываем в виде 4 в степени х квадрат плюс 4х, который умножается на 4 первой степени. Первую степень мы можем написать. И теперь у нас наглядно видно, что можно принять за новую переменную. Или если вы увидели, может быть, сразу увидели, общий множитель, который можно вынести за скобку. Может быть, увидели общий множитель, ребята. Или все-таки новую переменную вводим? Как удобно. Новую переменную или множитель? Переменную. Давайте переменную. У нас новые перемены. Вводим 4 в степени х квадрат плюс 4х. У нас с вами в двух случаях увидели раз в случае и два в случае. Это будет переменной t. И так как у нас четверка, положительное число, и основание в любой степени, если основание положительное, никогда нам не даст отрицательного знака, либо обратим его в ноль. Значит, делаем вывод, что данное число t будет ограничено, то есть именно будет больше нуля. Все. Как только задали новую переменную, эта перемена и с неба свалилась, мы о ней ничего не знали, нам ничего не дано. Мы дали ей описание требуемое, и теперь вводим в решение. Итак, t умножить на 4 плюс t равно 80. И вы увидели теперь общий множитель. Это общий множитель t. Вот чтобы вы увидели, на что умножается во втором произведении t, вот эта вот единичка, скромняшка, она же стесняшка у нас, всегда прячется, а мы ее всегда ищем, помощники. Это t как общий множитель вынесли за скобку, остается в скобках 4 плюс 1. Все это равно 80. Значит, отсюда t умножаем на 5, будет 80. И в результате выходим на t. t будет у нас равно 16. 16 – это положительные числа в порядке. Значит, продолжаем решать большее уравнение. У нас в результате получается, что 4 в степени x квадрат плюс 4x – это 16. А 16 вам легко представить как 4 в квадрате. То есть, видите, ребят, здесь пошло просто-напросто как по массу. Основания одинаковые, в показательной степени одинаковые. x квадрат плюс 4x равно 2. И выходим на полное квадратное уравнение, которое требует записи в стандартном виде. И решаем через дискриминал. Так, это b квадрат минус 4ac. Так, 4 на 2 – 8. 8 плюс 16 – 24. Ну и находим корни. Это минус b. Плюс-минус корень квадратный здесь криминал. Ну, где-нибудь на черновике вы показываете, что такое 24 под корнем. Это 4 умножить на 6. Выносим из-под корня только 4, получаем 2. Ну, под корнем остается 6. Итак, плюс-минус корень квадратный. Плюс 2 корень квадратный из 6. И делим на 2а, то есть на 2. Почленно делим на 2. В результате получаем минус 2. Плюс-минус корень из 6. Ребят, кто не помнит, как я выхожу именно на данную ситуацию, первый способ, который вы видите. В числителе общий множитель двойку можно вынести за скобку. Остается минус 2 плюс-минус корень квадратный из 6, который делится на 2. И у нас с вами дробь сокращается, так как последнее действие на данный. Или второй способ. Вам нужно вспомнить. По примеру, у вас задается дробь 6 четвертых и дробь 8 четвертых. Дроби одинаковых знаменателей. И если мы, например, будем складывать, то тогда мы с вами помним правилу. Числители складываются, а знаменатели остаются без изменения. В результате что у нас с вами получается? 6 плюс 8 – 14. Ну и здесь будет 4. После того, как вы сократите, получаем 7 вторых. В этом случае точно такая же ситуация. Вы можете сейчас по члену сократить. Вот что у нас будет. 3 плюс 4 – 7. И здесь такая же ситуация. То есть мы с вами минус 4 вторых складываем либо вычитаем с дробью 2 корня из 6 вторых. Вот что мы с вами имеем. Итак, у нас с вами задание под буквой А выполнено. И выходим на расчет на задание под буквой В. Нас просят отобрать корни, которые принят от отрезку от минус 4 до единицы. Так, от минус 4 до единицы. И опять начинаем с какого-либо корня. Например, создается корень минус 2 плюс корень 6. Мы с вами проверяем, будет ли он внутри данного отрезка. Значит, слева ограничиваем минус 4-кой, а справа ограничиваем единицей. То есть такая же ситуация с вторым корнем. Минус 2 минус корень 6-ти. Слева ограничение у нас с вами идет с минус 4-кой, а справа ограничение с единицей. Итак, у нас внутри двойного неравенства создается ситуация, что к корню из 6 нужно как-то подойти, потому что непонятно, что в результате будет. Значит, нам нужно все увеличить на 2, чтобы эту минус 2-ку как-то убрать. И левую, и правую границу внутреннего значения мы с вами увеличиваем на 2. Минус 4 плюс 2 минус 2. Внутри минус 2 плюс 2 ноль. Остается только корень из 6. И справа остается единица плюс 2 тройка. Теперь спокойно возводим все в квадрат. При условии, что у нас с вами минус остается, хотя можем представить эту двойку корень. Вот в результате, что у нас будет. И не будем ничего возводить в квадрат. Тройка – это корень из 9. Все верно. От отрицательного идем значение к положительному. А положительный корень из 6 у нас с вами, естественно, будет меньше, чем корень из 9. Это верно. Значит, этот корень у нас попадает в данный отрезок. И теперь вторая ситуация. Точно такой же план. Но только оставляем внутри минус корень из 6. Слева минус 2, справа тройка. И теперь мы с вами все неравенство умножаем на минус 1. А так как мы умножаем, значит, минус 2 у нас с вами будет со знаком плюс. И она уже принимает правую границу. Потому что знаки сравнения не меня. Тройка теперь у нас стала со знаком минус. И она уходит в левую границу. В условии, что корень из 6 стал положительного знака. Ну, в общем-то, осталось только посмотреть, что тройку можно представить, как минус корень из 9. Внутри все осталось. А вот справа двойка. Это корень из 4. Значит, сделали вывод. Это уже неверно. Значит, данная точка внутрь данного подмежутка входить не будет. Это можем показать на числовой прямой, чтобы было понятно. Но с вами от минус 4 до 1. Вот этот вот получается промежуток. Первая точка минус 2 плюс корень из 6 будет где-то здесь. Мы увидим, что это положительное число. Так, и у нас с вами получается минус 2 минус корень из 6 получается за минус 4. Это отрицательное число. Минус 2 минус корень из 6. Все, ребят. Осталось только собрать ответ грамотно под буквой А. У нас получается 2 корня минус 2 плюс корень из 6. Минус 2 минус корень из 6. И под буквой В только 1 корень. Это минус 2 плюс корень квадратный из 6. Все. На этом работа завершена. Итак, ребят. Тут вопрос, который попросили разобрать вопрос от выпускника. И с этим вопросом столкнулись в сборнике Ященко на 36 вариантов 2024 года. Вариант номер 36. Итак, вариант 36. Начинаем разбор. Тоже 13 номер. Здесь, конечно же, достаточно интересное уравнение. Нам предлагается синус квадрат от суммы х четвертых плюс пи четвертых умноженной на синус квадрат умноженной на синус квадрат от разности х четвертых и пи четвертых равно 0,375 тысячных синус квадрат минус х четвертых. И начинаем обсуждать. Для начала очень не нравится число 0,375 тысячных. Здесь, если внимательно посмотреть, то мы с вами имеем 0,125 тысячных который умножается на 3. Итак, ребят, отдельно выпишите себе, пожалуйста, 0,375 это 3, который умножается на 0,125 тысячных. А 0,125 тысячных это восьмая доля. То есть мы 3 умножаем на 1 восьмую. Как мы это увидели? Мы с вами видели, что, например, 2 умножить ну даже не 2 умножить 0,5 0,5 это 1 вторая. 0,5 делим пополам, то есть половину пополам. 0,25 0,25 это уже 1 восьмая. Но если четвертая часть вы будете опять делить пополам, то получаем восьмую долю. Получаем 0,125 тысячных. 1 восьмая. Значит, 1 восьмую умножаем на 3, получается 3 восьмых. То есть вот это вот мы с вами определились. Теперь синус квадрат. Не пугайтесь пока квадратом. В нашем случае, посмотрите, какая предлагается ситуация. У нас синус квадрат умножается на синус квадрат. По сути, у нас идет произведение синуса. Значит, вторую степень, как общий показатель, мы с вами, если что, выносим за скобки. А если мы с вами выносим за скобки, то у нас с вами остается произведение синуса, синусомы и синус разности. И здесь вам в помощь, конечно же, справочные материалы. Итак, у нас с вами есть синус суммы. Но и если нас интересует синус разности, то нам достаточно скобки менять плюс на минус. И этот плюс, который будет фигурировать уже в разложении формулы, будет меняться автоматически на минус. Итак, синус альта косинус бет плюс косинус альта на синус бет. Используем данную формулу, но я здесь отдельно выпишу расчет. Итак, вот какую-то точку поставила, это мне идет как отдельный расчет. Итак, синус х четвертых плюс п четвертых это синус альпа, то есть синус х четвертых, который умножается на косинус бета, то есть косинус п четвертых, плюс синус бета, то есть синус п четвертых, который умножается на косинус альпа, то есть косинус x4. А у нас с вами задается косинус 5 четвертого, это корень из 2 пополам. От первого произведения получаем корень из 2 пополам умножаем на синус x4, плюс от второго произведения это синус 5 четвертый, тоже корень из 2 пополам, который умножается на косинус x4. Общемножитель корень из 2 вторых мы с вами можем вынести за скобку. И остается синус х четвертых плюс косинус х четвертых. Здесь, я думаю, все в порядке. Но у нас синус в квадрате. Вот теперь внимание, ребята, ну давайте зеленым цветом выделим. У нас синус возводится в квадрат. То есть весь синус возвели в квадрат. Значит, в квадрат возводится все разложение. По моему произведению. Опять показываем возведение в квадрат. И последнее выражение у нас тоже в квадрате. Осталось только увидеть произведение в квадрате. А раз произведение в квадрате, значит, каждый множитель возводится во второй стиле. Корень из двух в квадрате – два. Двойка в квадрате – четыре. Значит, дырт у нас получается две четвертых после сокращения от нас в квадрате. Итак, получаем в результате одну вторую, которая умножается на синус х четвертых плюс осинус х четвертых в квадрате. Одну вторую умножаем на квадрат суммы. То есть вот первый множитель мы с вами определили. Смотрите, пожалуйста. Мы с вами отработали только вот этот первый множитель. Теперь скажите, пожалуйста, а что будет происходить со вторым множителем, если у нас с вами задается синус х четвертых минус п четвертых? Что у нас произойдет? Вот я отдельно опять вынесу. Синус х четвертых, но только минус п четвертых. И это тоже все будет в квадрате. Скажите, пожалуйста, что в результате у нас будет в конце? После того, как вы будете вести расчет с учетом нашей формулы, которая задает синус разности, знак у нас будет меняться. Девочки, все верно. То есть у нас получается то же самое. Одна вторая, которая умножается на синус х четвертых минус косинус данного аргумента х четвертых. Ну, данная скобка будет в квадрате. Теперь наше уравнение собираем. В левой части у нас с вами одна вторая, которая умножается на синус х четвертых плюс косинус х четвертых. Ребят, квадрат пока не пишу. Посмотрите сейчас, что я сделаю. Вот здесь должен у меня быть квадрат, но я его пока не пишу. Условно покажу, но я его уберу. Сейчас увидите куда. Которая умножается на одну вторую синус х четвертых минус косинус х четвертых в квадрате. Но одна вторая будет умножаться на одну вторую. То есть мы с вами получаем умножение. Само на себя дробь. Это у нас уже в квадрате. Умножаем на синус х четвертых минус косинус х четвертых. А теперь внимание, ребята. Вот если бы я оставила квадрат и там и тут, то, возможно, вы не увидели бы следующую формулу. А теперь посмотрите, что я вам предлагаю. Я этот квадрат как общий показатель степени по формуле вынесу за произведение. Скажите, пожалуйста, что вы внутри-то увидели? Что это за формула? Когда сумма каких-то выражений умножается на разность этих же выражений. Что это за формула, ребята? Отлично, Полина. Просто умница. Итак, то есть мы с вами увидим разность квадратных. Правую часть пока не трогаем, к ней вернемся. Пока мы с вами в ударе с левой частью. В левой получается части множителя 1 четвертых, которая умножается в скобках синус х четвертых. Давайте вот здесь вот допишу, чтобы было понятно. Это а квадрат минус b квадрат. Ребята, то, что красным цветом, мы с вами, естественно, в бланке открытых номер 2 не пишем. Это все только на черновике. Итак, получаем синус квадрат х четвертых минус косинус квадрат х четвертых. И данная разность квадрата у нас будет в квадрате. То есть вот про квадрат произведения мы с вами не забываем. И все. Дальше мы сейчас вернемся сюда в левую часть. Давайте разберемся теперь с правой. В правой части 0,375 тысячных мы увидели с вами. Это 3 восьмых, который умножается на синус квадрат от минус х четвертых. Но нам, по сути, без разницы, что у нас в результате. Нет, это у нас не х, это у нас пи четвертых. Это у нас пи четвертых. На х не похоже. Это минус пи четвертых. Синус в квадрате нам дает хоть пи четвертых, хоть минус пи четвертых. В любом случае, хоть положительное, хоть отрицательное число, при умножении на себя, да знак плюс. Синус пи четвертых корень из 2 на 2. Значит, нам нужно 3 восьмых умножить на корень из 2 вверх. Что это в квадрате. Если в результате получаем, давайте сразу покажем, 2 четвертых. Потому что если нам понадобится записать корень из 2 вверх, то это будет знак минус. Чтобы было понятно, если вы берете синус от минуса, это будет минус синус. И возводим в квадрат. Ну или сразу вы можете показать результат 2 четвертых. То есть если вы пишете 3 восьмых умножаем на 2 четвертых или на 1 вторую, то здесь никакого минуса уже не нужно. Боже, возвели в квадрат. Если в квадрат не возвели, минус вы оставляете. Не забывайте, что синус от минуса. Есть минус синус. Так, ну и следующее. Так, 2 четвертых, 1 вторая. Значит, нужно 3 восьмых умножить на 1 вторую. Все. Вроде бы стало попростнее. И продолжаем работу. Теперь скажите, пожалуйста, вот на какую формулу наше внутреннее содержание скобки очень похоже? Справочных материалов. И здесь у нас синус квадрат минус косинус. У нас первая, вторая, третья, четвертая, пятая формулы. На какую формулу очень похоже? Отлично. Мы с вами увидели внутри скобок косинус двойного угла. А теперь, Катя и все ребята, посмотрите, пожалуйста. Вот нам предлагается нужно вынести минус. Но если мы с вами будем минус выносить за скобки, то мы сразу в квадрате. Поэтому сделали вывод. Хоть косинус минус синус, у нас ничего меняться не будет. Посмотрите внимательно на экран. У нас получается формула А минус В в квадрате. Каким образом раскладывается? Это А квадрат минус 2В плюс В квадрате. Или В минус А в квадрате. Это тот же самый квадрат разности. В квадрат минус 2В плюс А квадрат. А положительного знака – да. В положительного – да. То есть никакой разницы мы с вами здесь не видим. Спокойно меняем местами. И давайте сразу замножим все это в уравнении на четвертый. Получаем в скобках косинус квадрат х четвертых минус синус квадрат х четвертых. Естественно, все это в квадрате. И равно 3 вторых, 3 четвертых. Собираем формулу косинус двойного угла. 2 умножаем на х четвертых. Получаем х вторых. Косинус х вторых в квадрате. Не забываем, ребята, у нас с вами квадрат расстроится. Это 3 четвертых. Ну, что такое х в квадрате? Равно, например, 4. Значит, отсюда х либо 2, либо минус 2. Здесь такая же ситуация. У нас косинус аргумента. Это будет либо корень из 3 вторых, либо этот косинус аргумента будет минус корень из 3 вторых. Ну, собственно говоря, все. Осталось только посчитать аргументы. В силу того, что косинус функция четная, сразу показываем, это будет плюс-минус. Мы теперь по единичной окружности вспоминаем, что такое косинус. Косинус осабстез. Нас интересует корень из 3 вторых. Корень из 3 вторых очень близок к единице. И вот как мы штрих поставили, значит, идем либо вверх, либо вниз по этому штриху, который вас в шестом классе научили строить, когда вы работали уже с декартной системой координат. И вот получаем две точки. В результате мы с вами выходим на точку пи шестых, и ей получается с противоположным знаком минус пи шестых. И та и другая серия корней будет повторяться через 2 пика. Получаем плюс-минус пи шестых плюс 2 пика. Естественно, к из множества целых чисел. И теперь все уравнение домножаем на двойку, чтобы получить значение х. Получаем плюс-минус пи шестых плюс 4 пика. Декартная из множества целых чисел. Так, ну, вторая серия. Минус корень из 3 на 2. Нашли по косинусу минус корень из 3 на 2. И мы с вами помним, ребята, обязательно, раз мы с вами работаем с косинусом, чтобы найти аргумент, аргумент это арг-косинус. А арг-косинус измеряется от 0 до пи. Поэтому первую точку мы с вами берем, во вторую в данном случае координатную четверть. Итак, от пи мы с вами идем назад, то есть в отрицательное направление на 30 градусов, пи минус пи шестых. Получаем 5 пи шестых. Ну, естественно, плюс-минус. Плюс 2 пика, к из множества целых чисел. И все уравнение умножаем на 2 плюс-минус 5 пи трети плюс 4 пика, к из множества целых чисел. Ну, в этом случае я предлагаю вам отбор корней сделать методом интервала. Итак, ребят, по интервалам у нас с вами что в результате получается? У нас получается от минус 3 пи до пи. Ну, по сути, здесь по окружности тоже будет достаточно удобно рассмотреть. Да, здесь будет удобно. Ну, ладно. Интервал, значит, интервал. Итак, берем первую серию корней, пи третьих плюс 4 пика. Пи третьих плюс 4 пика у нас будет граничить слева с минус 3 пи, справа с пи. Ну, смотрим. Для начала избавляемся от знаменателя. Знаменатели вам не нужны, не любим с ними работать, умножаем все на трети. Слева минус 9 пи, внутри пи плюс 12 пика, справа 3 пи. Все у нас с вами уменьшается на 1 пи или сразу можем разделить на пи и уменьшать на единичку. Как хотите, ребят. Например, мы уменьшаем сначала на пи, получаем минус 10 пи и слева. Так, внутри 12 пика, справа минус пи 2 пи. Так, все делим на пи, минус 10 слева, внутри 12 пика, справа у нас будет двойка. Все делим на 12. Итак, справа минус 10 двенадцатых, минус 5 раз ты. И справа 2 двенадцатых, то есть одна шестая. От отрицательного минус 0 целых с чем-то до положительного 0 целых с чем-то мы с вами получаем па только 0. Целое значение только 0. Если k равно 0, считаем х. Вот наша серия. Получаем пи третьих. Все, это первая точка, которая у нас пойдет в ответ. Целая серия. Точно каждая ситуация. Сначала умножаем на 3, минус 9 пи слева, внутри минус пи плюс 12 пика, справа, так умножаем на 3, 3 пи. Теперь делим на пи, например, минус 9 слева, внутри минус 1 плюс 12 пика и справа будет 3. То есть видите, ребята, никакой разницы нет. Что вы сначала уменьшаете, потом делите на пи и так далее. Никакой разницы. Итак, теперь мы так, как мы разделили на пи, это положительное число, знак сравнения поменяли, мы с вами не поменяли, увеличим на единицу. То есть прибавляем везде 1. Слева минус 8, внутри 12 пика, справа 3 плюс 1, 4. И все делим на 12. Опять делим на положительное число, ничего не имеется. Включаем минус 8, 12, это минус 2 трети. Слева и справа 4 двенадцатых, это 1 трети. То есть от минус 0 целых с чем-то до 0 целых с чем-то у нас будет только 0. В результате считаем х, это минус пи трети. Так, следующая серия корней 5 пи трети и минус 5 пи трети. Итак, минус, так, вот сначала 5 пи трети. 5 пи трети плюс 4 пика. У нас идет граница слева минус 3 пи, справа пи. И минус 5 пи трети плюс 4 пика. Слева граница минус 3 пи, та же самая, справа пи. Все умножаем на тройку. Получаем минус 9 пи слева, внутри 5 пи плюс 12 пика, справа 3 пи. Все делим на пи. Получаем минус 9 слева, внутри 5 плюс 12 пика, справа тройка. Теперь уменьшаем на пятерку. То есть вычитаем 5, минус 9, да и минус 5. Минус 14 слева, внутри 12 пика, справа. 3 вычитаем 5, получаем минус 2. Ну и осталось все это теперь разделить на 12. минус 7 шестых слева, справа минус 1 пи, и у нас получается минус 1,4, потом минус 1, минус 0,4. То есть ка у нас проходит только через целое число минус 1. Значит находим х. У нас с вами получается 5 пи третьих. 4 пи умножаем на минус 1, получаем минус 4 пи. Равно. 4 на 3 12, 5 минус 12, минус 7 пи, третий. Получили. И последняя серия корни. Все умножаем опять на тройку, дабы избавиться от знаменателей. Слева минус 9 пи, внутри минус 5 пи, плюс 12 пика, справа 3 пи. Все делим на пи, получаем минус 9 слева, внутри минус 5 плюс 12 пика, справа тройка. И теперь увеличиваем на 5. То есть везде прибавляем пятерку. Минус 9 плюс 5 минус 4. Внутри минус 5 плюс 5, будет 0, остается 12 пика. И справа 3 плюс 5 будет плюс. Теперь все делим на 12. Тоже положительное число, знак сравнение не меняется. Так минус 4, 12, минус 1, третий после сокращения. И справа на 4, если сократим, получаем 2 трети. К у нас проходит только через сказанное, равное нулю. Итак, к равен нулю. И у нас с вами получается х, это минус 5 пи, третий. Больше здесь целых значений к нет. И это, и собираем, ребята, ответ. Это под буквой А. У нас с вами получается 4 серии корней. Но, как вы видите, их можно объединить в 2 серии корней. Но я ставлю в таком виде, как есть. Пи третьих плюс 4 пика. То есть минус 5 пи третьих плюс 4 пика. Где к из множества целых чисел. И под буквой В у нас получились 4 точки. Четыре точки пи третьих минус пи третьих. Минус 7 пи третьих. И минус 5 пи третьих. Ребят, а нет вопросов, как объединить 4 серии корней в 2? Можно посмотреть, как вот эти 4 серии корней объединить только в 2 серии? Давайте посмотрим. Вот, к примеру, у нас с вами, вот наша серия корней. Вот задаем единичную окружность. У нас с вами ось абсцисс. Есть ось орденал. И у нас поехали работать точки. Давайте посмотрим. Есть пи третьих. Еще десятых градусов. Минус пи третьих. И симметричная. Вот здесь. Так, пи третьих. Минус пи третьих. Так, следующий у нас 5 пи третьих. И минус 5 пи третьих. Здесь получаем минус 5 пи третьих. И получаем здесь симметричную. 5 пи третьих. А теперь, ребята, внимание. Беру зеленый цвет. Минус пи третьих. И 5 пи третьих. То есть, посмотрите, у нас с вами прошел диаметр. То есть, данные серии корней у нас с вами объединяются. И значит, у нас период будет не 4 пика. А будет у нас через каждые 2 пика повторяться. То есть, мы с вами можем объединить серию корней. Минус пи третьих плюс 2 пика. Смотрите. Минус пи третьих плюс 2 пика. У нас идет повторение. И следующее. Давайте посмотрим. Опять берем зеленый цвет. Вот что у нас получается. Но каждая из этих серий корней у нас с вами каким образом меняется? Через 4 пика. Значит, у нас с вами будет повторение через 2 пика. Получаем пи третьих плюс 2 пика. Вот, собственно говоря, можно так объединить. Не хотите объединять вас? Никто не заставляет. Никто, ребят. Здесь, конечно, нужно работать с единичной окружностью. Продолжаем с 14 номером. Ребят, я вам предлагаю рассмотреть задачи, которые связаны с эстериометрией 14 номера. И, как правило, 14 номер у нас с вами задается, так скажем, пословнее, когда работа идет с помощью, вернее, на основе пирамиды и на основе призмы. Вот с этих элементов я начну сегодняшней заняться. Запишите, пожалуйста. Каталог номер 14, каталог номер 14. То есть у нас с вами стереометрия. Несколько задач начинаем сегодня рассмотреть. И тут предлагаю задачу следующего уровня. Пирамиде САВС. Известны длинные ребер. АВ равно АС равно СВ равно СТ. Это 10. Ребра ВС и СА равны 12. ВС. Точка К – середина ребра ВС. Индикулярной плоскости АВС. Ну и под буквой В нужно будет найти расстояние между прямыми СА, СВ и ВС. Я, естественно, заготовила заранее чертеж, только лишь потому, что, ну, ребят, я чертежи здесь стараюсь делать аккуратно, и, плюс ко всему, это затрагивает достаточно большее время. Вы работаете в клетку, у вас будет все намного быстрее. Итак, начинаем рассуждать. У нас есть пирамиды вершины С, основания ВС. Длинные ребер АВ, АС, СС и СВ одинаковы. Они равны О10. Вот все они между собой одинаковы. Следующий. Отрезок ВС и отрезок СА тоже одинаковы. Их длины равны О12. В условии задачи на отрезке ВС, то есть на ребре ВС, взята точка К таким образом, что К стала серединой. Что значит серединой? Это означает, что отрезок КС и отрезок КВ между собой равны. А раз они между собой равны, значит, они будут равны О6. Сразу для себя под буквой А показали номер 14, под буквой А, КС равно КВ. Первый вывод сделали, так как у нас с вами это все 12, значит, эти два отрезка будут по 6. Ну все. Под буквой А нужно доказать, что плоскость САК. Соединяем, показываем невидимые дни. Итак, плоскость САК будет перпендикулярна плоскости основания АБЦ. Мы начинаем обсуждать. Ну, для начала давайте рассмотрим треугольник АБЦ. Что сказано в этом треугольнике АБЦ? А в этом треугольнике у нас с вами АЦ ребро и АБ ребро одинаковые. То есть треугольник-то у нас какой? Он обедренный. АЦ равно АБ. А раз у нас АЦ и АБ одинаковые, а у нас с вами проведена АК в этом треугольнике, который делит противоположные стороны пополам, значит, АК по определению медиана, значит, в равнобедренном треугольнике АК не только медиана, но и бисектриса и высота. А раз высота, значит АК и ВЦ перпендикулярны. Сделали вывод. АК и ВЦ перпендикулярны. Следующее. У нас с вами задается треугольник СБЦ. В этом треугольнике СБСЦ одинаковые. Треугольник СБЦ. СБ и СЦ одинаковые. Они равны у нас по 10 по условию задачи. И у нас проведена прямая СК. Но СК у нас не просто как-то проведена. У нас с вами точка С и К попадают именно в тот случай, когда точка К у нас середина ребра. Значит, СК тоже медиана. Значит, СК не только медиана в равнобедренном треугольнике, она и бисектрисой, и высотой. А раз высота, то тогда СК будет перпендикулярна ВЦ. Показали. СК перпендикулярна ВЦ. Еще интересная ситуация. У нас по сути, давайте обратим внимание, что треугольник АВЦ и треугольник СБЦ между собой равны. СССБО10, АСАВО10, общие ВЦ. По трем сторонам они равны. По трем сторонам. Значит, все элементы между собой равны. Сделали вывод. Значит, АК и СК между собой равны. СК, АК между собой равны. Еще один вывод. Следующее. Что у нас с вами получается? С, С. Шли, высота. Что у нас с вами в результате? ВЦ у нас с вами находится в плоскости АВЦ. И в результате будет перпендикулярна СК. СК у нас с вами в плоскости СВЦ. Значит, мы сами получаем одну прямую, которая располагается в одной плоскости, перпендикулярна другой прямой, которая располагается в другой плоскости. А по признаку перпендикулярности плоскостей мы с вами получаем перпендикулярность данных плоскостей. И так, ребята, как это все оформить? Еще раз смотрим, что мы с вами получили. Как получили? У нас с вами есть сторона ВЦ, которая перпендикулярна АК. АК у нас принадлежит, смотрим, плоскости АСК. Значит, сделали вывод по признаку перпендикулярности прямой плоскости у нас ВЦ перпендикулярна плоскости АСК. Следующий момент. У нас ВЦ не просто перпендикулярна АК. У нас ВЦ лежит в плоскости АВЦ. Значит, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем, что плоскость АВЦ будет перпендикулярна плоскости АСК по признаку перпендикулярности плоскостей. Что и требовалось доказать. Здесь, по сути, работает теорема трех перпендикуляров. А дальше признак прямой плоскости, перпендикулярности прямой плоскости и признак перпендикулярности плоскости. Вот такая достаточно легкая, получается, задача для доказательства. Во втором случае, под буквой В, то есть нам нужно найти расстояние между прямыми СА, длина которой известна 12, и ВЦ, длина которой равна 12. А теперь вспоминаем, что же такое расстояние. Это кратчайший путь. А раз это кратчайший путь, значит, нам нужно провести перпендикулярность. Но у нас уже задействована точка К. Она у нас уникальна. В нашем случае грех за нее не зацепится. С учетом того, что у нас точка К находится не только на прямой ВЦ, а также находится при плоскости АСК. Значит, из точки К плоскости АСК мы можем провести перпендикулярность, который нам задает как раз расстояние между двумя прямыми. Аккуратно показываем невидимую линию. Пусть это будет точка H. И опять, ребят, почему мы с вами рассматриваем именно данную ситуацию? Нам нужно найти расстояние между прямыми АС и ВЦ. На стороне ВЦ уже взята точка К, которая располагается в плоскости АСК. В плоскости АСК ребро АС есть. Значит, если мы с вами из точки К проведем перпендикулярность в данной плоскости к ребру АС, это и будет расстояние между нашими прямыми. Все, скрещивающиеся прямые нашли, нашли перпендикулярность и теперь начинаем рассуждать. Что же у нас с вами здесь есть? У нас с вами есть треугольник СЦК. Внимательно посмотрите на данный треугольник СЦК и треугольник АЦК. Он можно сказать в треугольнике. Если мы с вами сделали вывод, что треугольник АВЦ и СВЦ между собой равны. Равны, молодцы. Мало того, что они равны, они еще будут прямоугольники. Например, треугольник СЦК равен треугольнику АЦК. Каждый из этих треугольников у нас будет прямоугольник. Значит, здесь можно использовать циарем Пифагора. Значит, у нас с вами АК и АК и СК между собой равны. То есть у нас СК как-то задействовано будет с АШК уже. Так. И теперь находим путь циарем Пифагора. Сразу берем половину квадрата, смотрим. СК в треугольнике СЦК. Это перпендикуляр. Раз перпендикуляр был, значит, у нас с вами катет. А раз катет у нас получается СК 6, вернее СЦ 10. Но СК по египетскому треугольнику уже будет 8. Давайте посмотрим, как это считается. Квадрат гипотенуза минус квадрат второго катета. Получаем 100 минус 36, 64. Корень 64 будет 8. Все. Восьмерку нашли. То есть у нас здесь 8. И в этом случае тоже будет 8. Дальше. Что у нас с вами в результате получается? В результате получается треугольник АСК. Смотрите, мы с вами нашли сразу два ребра. СК и АК. И они между собой равны. Значит, мы с вами попадаем в треугольник АКС. Он у нас с вами равнобедренный. За счет чего? То, что АК и СК равны по 8. А раз равнобедренный треугольник, то высота КН является и медианой, и бисектрисой. Отсюда КН, не только высота, но и медиана, и бисектрисой. А раз она медиана, то тогда АА и СН между собой равны. Тоже пошли. Но здесь вот и одной галочкой обозначало отрезки КБ и СК. Поэтому тоже здесь одной галочкой обозначили. Данные отрезки будут одинаковые. Значит, сделали вывод, что АН и СН между собой равны. Равны 6. И теперь посмотрите, какая получается прелесть. Ведь если мы с вами рассмотрим треугольник ААК, то в этом прямоугольном треугольнике уже гипотенуза АК в 8 известных, и один катет АА известен. Используя теорию Пифагора, мы с вами можем найти нашу длину отрезка АК. Это треугольник ААК. Итак, используем теорию Пифагора. Квадрат гипотенуз, сразу находим ААК. Это корень квадратный гипотенуза в квадрате минус кальций в квадрате. 64 минус 36. 28. 28. Корень 28. Так, 28 это 4 на 7. 4 выносим, это 2 корня 7. Все. Ответ только под буквой В. 2 корня 7. Ответ готов. Правильные треугольные призмы. Значит, вспоминаем определение правильной треугольной призмы. Значит, эта призма стоит прямо, она прямая. А в основании я, которые по определению параллельны друг другу основания, всегда параллельны. Лежат в этих основаниях. Правильные, но поугольники. Что значит правильные? То есть, равносторонные. В другом случае у нас получается равносторонний треугольник. Правильный треугольный призмы. А, В, С, А, 1, В, 1, С, 1. Стороны основания равны 10. То есть у нас В, В, С, А, С, А, 1, С, 1 и так далее будет по 10. А боковые ребра равны 12. Мы с вами знаем, что каждое ребро у нас будут, ну, все, вернее, ребра будут одинаково. Нас интересует в номере 14 под буквой А доказательство. Нас просят доказать, что сечение, проходящее через вершины, ну, давайте возьмем синий цвет, через вершины А, В, и середину ребра А, 1, С, 1, вот здесь где-то у меня получается эта точка, является равнобедренной трапецией. А теперь внимание. Когда мы сейчас будем выполнять построение данного сечения, у нас все идти должно быть в предельных граммах. И так вспоминаем. У нас есть две точки А. Ну, например, здесь возьму точку М. На ребре А, 1, С, 1, данное ребро разделилось пополам. Вот возьму двумя штрихами. А, 1, М равно С, 1, М. И так. Задаю. Показали. Зацепили. Но у нас с вами сечение проходит таким образом, что оно имеет пересечение с точкой В и проходит через ребро В, 1, С, 1. Таким образом. Собственно говоря, то же самое. Смотрим, ребят. У нас точка М находится в верхнем основании. Сечение проходит каким образом? Параллельно 1, 2, 1. То есть проходит через середину ребра В, 1, С, 1. Вспоминаем по строению сечения. Правильно. Показали. Ну, например, это будет точка Н. И сразу показали, что Н, С, 1 и В, 1, Н между собой равны точкой Е. И осталось увидеть, что точка Н и точка В находятся в боковой грани В, В, 1, С, 1. В данном случае плоскости соединили. У нас все линии видимы. И осталось увидеть только нашу плоскость. Давайте попробую ее показать. Вот она у нас внутри. Я сейчас желтый цвет, ребят, уберу, потому что иначе у нас будет перехлест с видимыми линиями. Вот внутри у нас получается данная плоскость. И нас просят доказать, что это сечение будет являться не просто трапецией, а равнобедренной трапецией. Итак, начинаем рассуждать. Под буквой В. Первое, с чем мы с вами столкнулись, это построение сечения. Опять вот, у нас призма правильная. Значит, мы с вами сделали вывод, что плоскость А, В, С будет параллельна плоскости А, 1, В, 1, С, 1. Плоскость параллельна. Теперь сделали вывод. У нас с вами А, В и М, Н между собой тоже будут параллельны. Параллельно, потому что у нас проводится сечение через точку М, середина ребра, значит и точка М будет середина ребра, С1, В, 1. Здесь, естественно, соответственно. Что мы с вами имеем? Мы с вами имеем отрезки А, 1, М, С, 1, М. Между собой равны. Ребра у нас по 10, значит А, 1, М, С, 1, М. Вот так как В, 1, С, 1 тоже 10, точка М получилась по строению сечения тоже середины отрезков, значит мы с вами можем продолжить радость. С, 1, Н равно Н, В, 1. И все это равно 10 пополам, это будет 5. Почему? Потому что у нас с вами все ребра оснований одинаковые. Все показали. То есть у нас здесь будет пятерка, здесь будет пятерка, тут будет пятерка, везде 5, и что получилось на 5. Так, что мы с вами дальше доказываем? Нам нужна равноведренная трапеция, ребят. А, В параллельно М, Н. Все в порядке. У нас уже трапеция. Сделали вывод. А, М, Н, В по построению сечения уже трапеция. Как доказать, что она будет равнобедренной? Ведь, по сути, нам нужно доказать с вами, что трапеция будет равнобедренной при условии, что А, М, боковая сторона, будет равна Б, Н, боковой стороне. В каких фигурах еще располагаются данные отрезки? Б, Н и А, М. Если они являются еще отрезками на боковых гранях. Так, боковые стороны будут равны. Так, а как доказать, что боковые стороны будут равны, парень? Вот именно здесь и загвоздка. Для этого достаточно увидеть, что, ребят? Достаточно увидеть треугольник А, А1, Н и треугольник В, В1, Н. Эти треугольники действительно будут равны. Почему? Посмотрите. Во-первых, они прямоугольные. Вот у нас прямоугольник. При вершине А1 и при вершине В1. У нас с вами угол А, А1, М равен углу В, В1, Н. Это 90 градусов. Это прямоугольные треугольники. Дальше. Катик А1, М и катик В1, Н между собой равны. А1, А1, М и В1, Н между собой равны. Они пятерка. И теперь следующий момент. А1, А катик и В1, В катик тоже между собой равны. Это 12. У нас есть два катика одного прямоугольного треугольника, которые равны двум катикам другого прямоугольного треугольника. Эти треугольники равны. А раз треугольники равны, значит все элементы между собой будут одинаковые. Значит, мы с вами получаем А, М равно В, Н. Мы с вами получили, что трапеция А, М, Н, В равнобедренная. По построению сечений М, Н параллельно А, В, а мы с вами имеем определение трапеции четырехугольник, у которых противоположные стороны, две стороны параллельные, две другие нет. Ну и теперь показать, что у нас боковые стороны равны. Это доказали? Доказали. Все. Трапецию у нас с вами будет равнобедрена. Теперь нас просят найти площадь данного сечения. Ну и теперь, чтобы найти площадь данного сечения, мы с вами рассмотрим данную трапецию, как говорится, в разрезе. Ну вот, отдельным чертежом вынесу руку. У нас с вами есть верхнее основание, есть нижнее основание, чтобы было более визуально и более наглядно. Есть трапеция. Трапеция равнобедренная. Введем обозначение, которое нам предлагается. А, М, Н, В. Вот найти площадь данной трапеции. Площадь трапеции. А, М, Н, В. Это половина произведения основания. Давайте это сделаем обозрение. А, В. А, В. В половине множество на H. В нашем случае, что такое А основание М, Н? Что такое В основание А, В? Что такое H? Это высота. Действительно, точка А, я ее возьму. Это у нас получается H. Все, начинаем работу. Это для начала. Что такое А, В? А, В у нас с вами по условию 10 есть. Так, H у нас М, Н считает. Пробую. Поставила. Значит, получается, М, Н. Поставили плюс 100. А, В плюс 10. Пополам. Ну, М, Н нужно будет сейчас считать. Мы начинаем рассуждать. Что у нас с вами есть? У нас с вами есть М, Н в верхнем основании, а это треугольник. Теперь начинаем дальше смотреть. Ведь М, Н у нас отрезок, который соединяет середина противоположных сторон. А по определению это средняя линия. Значит, средняя линия по теореме параллельно основанию равна половине этому основанию. То есть, М, Н будет равно 5. Осталось только грамотно записать, что мы рассматривали треугольник А1, В1, С1. В этом треугольнике у нас с вами, в правильном треугольнике, М, Н средняя линия по определению. М, Н средняя линия. Значит, М, Н будет половина основания. Одна вторая умножаем на А1, В1. То есть, получаем 1 вторая умножить на 10, 5. Все показали. Пятерку подставили. Осталось только найти высоту. Ну, а теперь, как будем находить высоту? Дальше начинаем рассуждать. Из вершины М опустили высоту М, Н. Ну, и в одном еще дополнительном строении из вершины Н будем опускать, чтобы Н, К. Вот что у нас в результате получается. Вот здесь я попробую как взять. У нас получается Н, Н. И здесь вот как-то нам будет проходить Н, К. То есть, у нас Н, К – это 5. Здесь вот я уберу. Н, К – это 5. Так, значит, на оставшиеся отрезки К, В и А, 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 они между собой будут одинаковыми. Почему? Потому что трапеции у нас равнобедренны. А раз трапеции равнобедренны, значит, А, А, А и К, В тоже будут между собой равны. Итак, мы с вами рассматриваем треугольник А, М, А, который равен треугольникам В, Н, К. Эти треугольники между собой равны, Прямоугольные треугольники по гипотенузе и катету. По гипотенузе и катету. А раз треугольники равны, значит все элементы будут одинаковы. Значит, MH и NK одинаковы, значит AH и KB будут равны. Так что ты здесь поторопилась, вот здесь не указала. Вот что у нас случилось. Хотя можно использовать по гипотенузе и острому углу в равнобедренной трапезе углы при основании равны. Ребят, видите, еще один признак равенства прямоугольных треугольников. По гипотенузе и острому углу в равнобедренной трапезе углы при основании Я равны. Нам здесь, конечно, нужно только нижнее основание. Раз у нас угол А и угол В между собой равны, мы с вами используем признак гипотенузы и острый угол. Без проблем. По гипотенузе крыть 100, я могу исправить. Или здесь получается острый угол. Можно не использовать качество. Здесь как вам угодно. Так, все, нашли АН, ИН и КБ. И здесь 5 делим пополам, 2,5. Сейчас я немножко отвлекаюсь. 2,5, 2,5. Ну а теперь что такое АМ? АМ мы с вами уже почти рассмотрели. Треугольник АА1М. Ведь у нас с вами А1А12, А1М5. Поэтому используем теорию Пифагора. Треугольник, ну или треугольник ВВ1Н. Он здесь более нагляден. ВВ1Н. Треугольник между собой равен. Не равно, а две точки. Они между собой равны. Значит, по теории Пифагора получаем ВН квадрат С равно 5 квадрат. Плюс 12 квадрат. В результате получаем ВН квадрат 25 и 144 и 169. Значит, мы с вами получаем ВН 13. 13 и 13. Все выходим на высоты. Используем треугольник АМХ. АМХ. В этом треугольнике АМХ квадрат гипотенузы. Это 13 в квадрате минус 2,5. То есть находим МХ. Это корень квадратный из 13 в квадрате минус 2,5 в квадрате. Ну, здесь, конечно, 2,5 не очень актуально брать. Возьмем 2,5 как 5 вторых. Получаем 13 в квадрате 169. 5 вторых минус 25 четвертых. Наверное, будет в таком ракурсе удобнее. Так, получаем 169 умножаем на 4, вчитаем 25 651 четвертых. 651 не извлекается, остается под формой. Ну, а четверку извлекли, включили 2. Все, осталось только посчитать нашу площадь. У нас с вами площади не хватает, только высоты. Корень квадратный из 651 вторых. Так, и продолжаем. Ну, так, 5 плюс 10, 15. Получаем 15 корней из 651 четвертых. Все, ребята, ответ. Ответ только под буквы В. 15 четвертых корней из 651. Вот, у нас с вами получается привязь. Следующее задание, которое я вам предлагаю. Задача не на призму, а, опять-таки, я предлагаю рассмотреть пирамиду. Пирамиду у вас будет такого плана. Ребро. СА пирамиды. САБЦ. Как вы видите, она у нас получается треугольная. Перпендикулярно плоскости основания АБЦ. Значит, сделали вывод. Да, у нас с вами треугольная пирамида. Плоскость основания треугольник АВЦ. Но про этот треугольник ничего не сказано. Значит, он произвольный. Единственное, только у нас с вами сказано, что ребро СА перпендикулярно плоскости. Значит, данное ребро будет перпендикулярно любой прямой в этой плоскости. Значит, СА перпендикулярно АВЦ в частности и СА перпендикулярно АЦ в частности. Вот на что мы с вами обращаем внимание. У нас будет доказать, что высота пирамиды, проведенной с точки А, внимание. То есть, ребят, смотрите, какая ситуация. Нам данную пирамиду разворачивают. И теперь точка А будет вершиной. То есть, у нас теперь основание перекручиваем С, Б, С. Итак, докажите, что высота пирамиды, проведенной из вершины А, нам нужно опустить высоту, делится плоскостью, проходящей через середины ребер АВ, АЦ и СА, и так аккуратно выполняем построение чертежа. Нам нужно опустить из вершины А высоту плоскость С, Б, С. Теперь начинаем рассуждать. Вот куда она будет проходить-то? И теперь сделали вывод. У нас с вами, раз речь идет про высоту, значит, речь идет про кратчайший путь. А что значит кратчайший путь? Значит, основание высоты будет падать на перпендикуляр, который проводится из точки С в данном случае к противоположному ребру. Так как у нас с вами не сказано ничего про наши отрезки, мы с вами провели, пусть будет С, Е в плоскости С, Б, С. И мы с вами говорим, что С, Е будет перпендикулярно Б, С. Мы с вами нашли кратчайший путь. Следующий момент, ребят. Так как С, Е будет наклонена, так как находится в плоскости С, Б, С, А, С, Б, С наклонена, то есть находится на основании на Б, С, значит, С, Е будет наклонной. У каждой наклонной, вспоминаем 10 класс стереометрии, есть своя проекция, проверить проекцию. И по теореме у трех перпендикуляров мы с вами имеем, что наша проекция тоже будет перпендикулярна Б, С. Вот то, что мы с вами сейчас сделали, мы с вами записываем, и там. С, Е построили кратчайший путь перпендикулярно Б, С. Мы с вами задаем заготовку именно определение, как будет строиться высота из вершины А. Дальше. Для нашей наклонной С, Е нашли проекцию А, Е, А, Е, проекция, С, Е. И по свойству, по теореме у трех перпендикуляров, мы с вами имеем А, Е перпендикулярно Б, С. А, Е перпендикулярно Б, С. О, теореме, О трех перпендикулярно. Ну, я пишу, конечно, кратко. Ребят, вы же, естественно, будете записывать все грамотно, сокращая по законам русского языка таким образом, чтобы эксперты все понимали, что вы имеете в виду. Теперь из вершины А спокойно проводим высоту. Что такое высота? Это кратчайший путь. Проявили высоту. Проявили высоту основания, которое будет у нас с вами в плоскости С, В, С. И так как это основание, извините, так как это у нас с вами высота, высота показана перпендикулярно. Пусть будет это А, H. Итак, теперь смотрим. Докажите, что высота пирамиды, проведенная с точки А. Все, это мы с вами построили. Делится плоскостью, проходящей через середины ребер А, В. Нашли ребро А, В. Ребро А, В разделили пополам. Например, будет точка Н. Дальше. Следующая у нас А, С. Значит, А, С разделили пополам. У нас с вами получается так. Прямую. Так, у нас с вами получается пополам. М, пусть будет точка. Так, вот посмотрите, ребята, А, В и оценивают, у нас равные. Пока нет. Есть. И еще у нас с вами третий, С, А. С, А тоже разделили пополам. Ну, пусть будет точка Т. Итак, собираем данную плоскость. М и К находятся в передней плоскости. Соединили. Это видимая линия. Следующая. Н и К находятся в задней плоскости. Поэтому это будет невидимая линия. Аккуратно показали. И последнее у нас с вами соединение N и N-точки. Плоскости основания тоже будут невидимыми. Теперь, чтобы показать, чтобы, сейчас, секунду, докажите, что высота пирамиды, проведенной с точки А, делится плоскостью, проходящей через середину ребек пополам. То есть нам нужно показать еще прямую, которая будет у нас с вами проведена из точки К. Из точки К опускаем, ребят, отрезок. И этот отрезок у нас с вами будет опускаться в точку на плоскости А, В, С на прямой А, Е. Ну, это будет точка Е. Вот, что мы с вами... К, Л, по сути, мы с вами видим, что у нас будет параллельно С, Е. Теперь осталось только все это доказать. Для начала определяемся, что здесь есть. У нас с вами, так, еще вот А, В, давайте у нас с вами, получается, А, В прошла сквозь плоскость К, М, Н, этот вот треугольник. Так, искать, и здесь будет точка Ж. Точка Ж. Естественно, А, В будет перпендикулярно. И закромоздаем уже чертеж. Поверьте, что мы видим. А, Ж будет перпендикулярно. А, Ж перпендикулярно. К, Ф. Все, теперь начинаем продолжать работу. Для начала, что мы с вами увидели для отрезка М, Н? Самый визуальный у нас получается вариант. В основании треугольник А, В, С. В этом треугольнике А, В, С. Точки М и Н, которые задают отрезок, соединяющий середины боковых сторон, значит, это не что иное, как средняя линия. М, Н – средняя линия. А раз средняя линия, значит, у нас с вами М, Н будет параллельно В, С. И равна половине данного основания. Значит, М, Н параллельно В, С. И М, Н будет равна половине данной стороны В, С. Дальше у нас с вами для плоскости К, М, Н есть М, К. Вот здесь я не показала, в серединке. Значит, рассматриваем треугольник А, С, С. А, С, С. В этом случае у нас с вами что такое К, М? К, М – это тоже средняя линия. По определению. Почему по определению? Потому что точки К по условию задачи и М соединяют середины боковых сторон данного треугольника А, С, С. Значит, у нас с вами К, М параллельно С, С. И К, М будет половина данной стороны С, С. Но и аналогично К, М будет средней линией треугольник С, А, В. К, М – это треугольник С, А, В. К, М – это тоже средняя линия. Значит, К, М будет параллельно ребру С, П. И К, М будет половина данного ребра. Теперь следующий момент. Треугольник А, С, 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 С. Посмотрите, ребят. В этом треугольнике А, С, 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 С. На что мы с вами обращаем внимание? У нас с вами А, Ф и Ф, Е уже равны. Треугольник А, С, 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 С. В этом треугольнике уже доказали, что А, М и Ф, Е равны. Так как у нас с вами треугольник А, Н, М и треугольник А, В, С подобны. А раз они подобны, М, Н у нас параллельно, В, С? Да. Значит, углы, превершенных М и В равны. И углы, превершенных М и С, соответственно, будут тоже равны. По признаку подобия треугольников у нас с вами по первым по двум углам у нас треугольник подобный. И значит, у нас из треугольника А, С, Е, что мы с вами имеем, А, М будет равно Ф, Е. Здесь нужно, конечно, показать. Из треугольника, вернее, треугольников, из подобия треугольников А, В, С и А, М, Н. И А, М, Н. Вот что у нас с вами здесь есть. Так. И что у нас с вами еще есть? Так. А, К и К, С между собой равны. К, Ф у нас с вами получается тоже будет в средней линии, но в треугольнике А, С, Е. Значит, сделали вывод. К, Ф. Средняя линия по определению. Значит, К, Ф в средней линии. А, Ф равно Ф, Е. А, К равно К, С. А, раз средней линии. Значит, К, Ф. Параллельно С, Е. Параллельно С, Е. Е равна К, Ф. Половиния данного основания. Все. Прекрасная ситуация. Значит, сделали вывод. У нас с вами есть К, Ф. Параллельно С, Е. Значит, треугольник А, К, Ф. И треугольник А, С, Е. И по первому признаку подобия треугольника. Значит, треугольник А, К, Ф подобен треугольнику А, С, Е по двум углам. По двум равным углам. А раз треугольники подобны, значит, у нас есть коэффициент подобия. В этом случае коэффициент подобия равен 1,2. Коэффициент подобия равен 1,2. Что это означает? Это означает, что все элементы малого треугольника А, К, Ф будут относиться к сходственным сторонам треугольника А, С, Е в отношении 1 к 1. Точно так же, как и высоты в малом треугольнике А, К, Ф, высота А, С, Е будет относиться к высоте А, А, С большего треугольника, как 1 к 2. Значит, сделали вывод. У нас плоскость К, К, М, Н действительно пересекает высоту А, С и делит, собственно говоря, высоту пополам. Отсюда А, С, равно Ж, А, С. Итак, докажите, что высота пирамиды данной плоскости делится пополам. Доказали, что и требовалось доказать. А сейчас всего вам доброго. До свидания.